девчонки всем привет сегодня у меня видео посвященные акцентным продуктам я все-таки решила что нужно подобрать выбрать из косметички то что ну в каждом макияже должно постараться поучаствовать скажем так было достаточно сложно некоторые продукты я надеюсь что будут пустышками этого месяца давайте смотреть что вообще я решила выбрать в качестве какого-то акцента я создам сейчас новую коробку где будут стоять эти продукты все отдельно я буду вначале брать из ничего ну в общем поэкспериментируем может мне это все очень сильно и понравится я буду продолжать таким образом использовать project pen и так первый продукт это сады соблазна что-то они как-то мне не очень хорошо идут наверное потому что это уже не знаю какой по счету дубль я ожидала что намного быстрее закончен но они оказываются такими какими-то стойкими обволакивающими что десять раз за день ими не воспользуешься и так вторая потенциальная пустышка этого месяца аромат на который я налегаю прям не знаю как упиваюсь им уже по флакона нет и я решила что все таки стоит наверное тоже акцентировать больше на нем внимание и кстати в этом отчете не будет аромата рис визор спун потому что я его просто взяла и попшикала летние сарафаны которые я достала все таки потеплела я их решила развесить и я всегда использую какой-то аромат у меня возникла такая мысль а почему бы его не потратить туда и вот так вот я его потратила лишь лишила себя возможности мучиться скажем так третье потенциальная пустышка лавли бэти вот именно она почему-то намного лучше мне заходит чем smart сьюзи хотя в принципе от арифлэм одинаковые ароматы ну но ты конечно разные но суть ароматов идентична но вот как-то знаете идет этот а тот не очень хотя тоже идет но решила раз так получается посмотрела знаете я по ароматам смотрела на их наполняемость и таким образом вычислила те которым тянется рука четвертый продукт леди гангстер использую его только вечером перед сном достаточно редко ну как бы им пользуюсь скажем так в течение дня не обновляю его также духарюемый постели все 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 что под руки попадается скажем так но хочу чтобы он у меня был в этой коробке и может быть я буду что-то еще при помощи его делать увеличу расход скажем так и пятый старичок пустышка на которые вообще буду налегать я не знаю что и как почему он так не идет от эйвен аромат вроде бы уже и красную фольгу с него и все никак 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 надеюсь эта пустышка этого месяца будет я буду его использовать постоянно даже дома планирую им пользоваться 6 потенциальная пустышка я надеюсь что я его затаскаю и все он закончится этот аромат на из такой ручки как-то ручек я много набрала но я не думала что я ими так редко пользуюсь но ничего страшного что это в дальнейшем вообще их не буду набирать но это 6 пустышка я надеюсь уже пустышка июля будет но не знаю уже ни в какие рамки 7 продукт который я также собираюсь убивать прям активно это спрей для тела с блестками но он вообще как идет типа хайлайтер позиционировался в общем то тоже буду пытаться только им пользоваться уберу сейчас другие продукты которые тоже могла использовать для тела с блестками в общем то чтобы это было 6 пусты 7 пустышка этого месяца 8 пустышкой планирую сделать данный продукт несмотря на то что только что сказала что уберу все хайлайтер этот продукт я оставлю потому что его там уже чуть-чуть и постараюсь как-то не знаю выбер подбирать что мне удобно когда я спешу я буду использовать спрей когда у меня будет больше времени и открытого открытых участках я буду использовать данный хайлайтер стики вы уже там не стик уже я выковыриваю принципе буду ковырять все до самого дна хотя уже это теоретически пустышка потому что все уже не рисует там же ямка дырка вот так вот я придумала 8 пустышку 9 пустышкой планирую сделать данную базу убираю сейчас базу от ну зелененькую свою типа подделка на мебелин в общем то хочу использовать эту базу от аду я там ее уже не так много но я предполагаю что это будет пустышка этого месяца но мне хочется как можно скорее это уже получить в общем будет мне сложно несложно я буду использовать ее ну естественно если мне куда-то нужно будет ехать и взять с собой базу я не буду конечно же вот это вот разрезу льку брать но по возможности буду использовать только ее чтобы она была уже девятой пустышкой пустышкой номер десять хочу сделать данный бальзам для губ как-то я им то пользуюсь то не пользуюсь то в прям каждый день то забываю но надеюсь в этом месяце я выведу эти пироженки все-таки они достаточно объемно занимают место из но они конечно красивые я не спорю я их покупала когда-то но уже мне это все надоело хранить ее достаточно сложно потому что на нее ничего нельзя поставить да и вообще я уже столько повыводил этих пироженок что не помешало бы вывести и эту в общем на нее буду нажимать всеми силами чтобы это было десятая пустышка июля 11 пустышкой я уже наверное не буду говорить что я планирую сделать и так далее в общем одиннадцатый продукт я выбрала этот блеск 44 оттенки я его сейчас тоже поставлю чтобы он у меня был в большинстве макияжей конечно же я не буду себя заставлять использовать его если мне нужна малиновая помада или еще какой-то там коричневый блеск но по возможности я буду использовать ее по максимуму чтобы в этом месяце этот продукт стал пустой баночкой 12 продукт блеск от эвелин уже мне нужно вынимать будет скоро ограничитель как вы видите там я прям по стенкам все собираю кисточкой как могу пока что с ограничителем опять же буду продолжать так вынимать до тех пор пока ну скажем так блеск не будет выходить потому что я переживаю на дне там осталось еще примерно сантиметр-полтора то есть достаточно много блеска который кисть не достает и вверху там в некоторых местах даже нет просвета то есть там достаточно много продукта есть еще такая такой вариант как вынуть ограничитель она стечет и обратно засунуть ограничитель может быть поступлю так а может быть просто уже потом выну и буду ей пользоваться на регулярной основе использую ее в качестве дневного продукта не на выход скажем так сейчас начала ей пользоваться также для похода в магазин и в общем-то для выноса каких-то там вещей в общем вместо бальзама для губ а бальзам для куб пироженку я использую только на ночь сейчас в общем использую данный блеск 13 13 продукт вот такой мне выбор до прозрачный в общем-то блеск чуть-чуть с рыжеватым подтоном который на губах еле заметен классный аромат там его не так много может показаться что много но на самом деле все это уже по стенкам и тюбик полупустой в общем буду на него нажимать также буду использовать по утрам там как бальзам перед макияжем смягчать губы в общем буду его использовать дома как могу и на выход и сверху на какой-то не знаю тинт в общем-то буду всеми силами также превращать его в 13 пустышку 14 продукт под вопросом но хочу закончить эту красную маленькую миниатюрочку там уже приходится вынимать ограничитель он достаточно легко вынимается при помощи этой же палочки на соплях скажем так держится и уже там продукта по стенкам принципе если надавить и хотя бы раз в неделю пользоваться им то можно закончить да у меня нет такой красной матовой помады в проекте но у меня есть красные помады любых оттенков вне проекта если мне будет нужно дополню добавлю и так далее в принципе у меня достаточно много и красных блесков которые можно наносить поверх карандаша и также будет эффект красивый при этом будет расходоваться продукты в общем с этим продуктом номер 14 я попробую и надеюсь что у меня все получится и как вы знаете минус одна банка которая очень маленькая которая при этом же все равно занимает место просто уйдет перестанет висеть знаете таким грузом 15 продукт розовая матовая тенюшка с тенями конечно же все настолько расплывчато что я даже не могу сказать получится или нет но я постараюсь вот в таком ключе в таком мини проекте в проекте под добивать какую-то косметику хоть я и говорила что это сейчас достаточно глупо но почему бы не попробовать может мне это очень сильно понравится помните я вводила косметички из project p на разные чтобы продукты были ну может быть такое какое-то разнообразие и не помешает опять же я не говорю что эти продукты я буду держать в коробке на протяжении всего месяца и ну скажем так пользоваться только ими нет это не строгое ограничение просто хочу как акценты выбрать данные продукты как это все пойдет как все получится нужно знаем потом скажем так но попытка не пытка может такая корзина которая совершенно новая появится у меня на макияжном столике она мне как-то взбодрит какая-то перестановка необычная может быть принесет какие-то плоды а может ничего не принесет но я загорелась такой идеей что-то что-то новенькое сделать итак продукт 16 коричневая тень как вам сказать это либо будет провал либо будет успех я вам говорила может отвалиться опять кусок как когда-то отвалился один упасть на пол и все постараюсь постараюсь ее именно использовать в качестве затемняющего коричневого оттенка посмотрим опять же продукт 17 а именно зеленый рефил постараюсь за этот месяц добить его я хочу зеленый этот рефильчик уже освободить потому что как-то дырки растут а рефилов пустых не появляется есть также у меня мысли закончить розовый рефил но наверное за месяц я не смогу а вот зеленый я поставлю его как акцент и буду чаще делать зеленые макияжи итак 18 и 19 два рефила беру этот и этот то есть я их буду наносить на зеленые тени вот кстати этот почему-то выглядит сейчас таким синим а он на самом деле бирюзовый и отлично смотрится на зеленой подложке лучше даже чем на синий удивительно хотя как-то ближе к синему но как-то одно синий мне не очень понравилось в общем два этих рефила я постараюсь сделать тоже акцентными постараюсь их добивать постараюсь с ними как-то подружиться более тесно особенно вот правый верхнем углу светлым вообще уже на сопле скажем так висит по поводу у красного рефила желтого и ну буду естественно пользоваться может они и закончатся быстрее но просто хотелось бы именно эти рефил взять в качестве акцентных продукт 20 такой карандашик для губ опять же его можно наносить и сверху вот с розовой помадой с красной с какой угодно очень такой универсальный хороший оттенок 21 пудра не могу сказать что все тут получится но так как я ее часто использую просто на все лицо еще и на шею может быть все как-то произойдет побыстрее чем я думаю но опять же заставлять себя не буду просто чтобы у меня не было знаете какого-то такого выбора чтобы уже эти продукты тут один продукт сейчас вы видите она же двойная как два продукта считается в общем чтобы уже это в пустышке отправить но это знаете такой большой вопрос как вот и следующие два продукта которые вам сейчас покажу 22 22 и 23 по поводу хайлайтера я думаю что может быть он то и закончится и вот это на самом деле не так много поэтому тоже сделаю его таким своеобразным акцентом постараюсь его и днем задействовать по возможности но опять же не знаю что из этого выйдет и 23 продуктом беру румяна именно вот эти рыжие потому что как вы видите они безумно крошатся безумно как-то пылят это я уже после макияжа стряхнула их это вот сейчас я просто взяла и вот оттуда откуда-то высыпалась косметика скажем так именно поэтому наверное мне хочется их как-то по подзатереть побольше может быть они достаточно быстро и легко уйдут посмотрим опять же сейчас альтернативы я как таковой не вижу но малиновые румяна еще не всегда мне подходит то что кожа светловатая для них 24 25 два карандаша для губ универсального коричневого бежевого оттенка также буду ими пользоваться посмотрим что из этого выйдет я надеюсь что все получится не так тут их много осталось и оттенки достаточно ходовые это не красный карандаш с которым сложно возиться опять же вот я взяла красную миниатюрную помаду матовую но не взяла красный карандаш потому что я понимаю что помада там не так много и карандаш уж однозначно я не успею закончить вместе с помадой вот именно в этом тандеме но карандаш красный продолжает у меня быть в проекте я буду его продолжать использовать с блесками с помадами другими уже итак беру всю эту палетку в качестве акцентной в левом верхнем для вас сейчас угол там вот этот уголок про который я вообще забываю надо его тоже доковырять но я не считаю это за рефил в общем тут 4 рефила что я думаю тот рефил который с дыркой вот его прям конкретно так видно его я естественно буду тереть в первую очередь серыми я пробовала что-то делать недостаточно хорошо подходят для растушевки они полупрозрачные практически как светлые невесомые а вот в верхнем левом углу для вас второй оттенок такой с коричневатый я его еще не пробовала но думаю что эту палетку достаточно легко будет закончить потому что всегда мне нужны какие-то светлые растушевочные тени несмотря на то что я и от стеллари взяла розовенькие я все равно буду и этой палеткой пользоваться чтобы уже ее убрать с глаз она мне конечно достаточно надоело она же у меня уже была в проекте поэтому хочется конечно же с нею как-то побыстрее расправиться и убрать ее скажем так и двадцать пятый продукт который я планирую сделать пустышечкой это данный рефил я все-таки подумала и решила что под все остальные тени кроме там зеленых и синих ну может быть розовых не знаю как то можно тоже вот на данный рефил на данную корректирующую штучку вместо базы использовать на веке и наносить я также и попробую еще может быть добавлять чуть-чуть в тональный может тоже но постараюсь всеми силами эту рефилингу уже вывести и сделать двадцать пятой пустышечкой опять же тут двадцать пятая вроде бы на самом деле целых восемь продуктов минус восемь продуктов полетит в пакет но от этой палетки кстати я избавляться не буду я сюда планирую в дальнейшем по возможности перепрессовывать какие-то тени а также эту палетку я планирую однозначно использовать на своем косметическом столике чтобы использовать именно зеркало помогать себе там что-то прорисовать макияж может знаете два когда зеркало нужно и так далее в общем от нее я избавляться не буду но хочу сделать пустышкой сейчас я бы с удовольствием уже пользовалась ею как дополнительным зеркалом но из-за того что крошится многие продукты я не могу себе это позволить потому что она крошится и потом придется стирать портить продукт я и так не делаю сводчи хоть я их и не умею но еще не хочется их особо делать чтобы не переводить продукт на руку использовать все до последней копеечки на себя по назначению и так далее наверное во мне какой-то и жопа проснулся и при этом разумное потребление проснулось что как бы ты заплатил нужно полностью это все измазать кстати из последних новостей у меня снова накопился пакет одежды и там из-за того что обувь две пары на каблуках поэтому получился такой большой объемная майка из магнита вы знаете ну я прям в восторге прям в восторге я доносила там набойки уже все нужно их как бы было бы менять но менять я ничего не буду там уже и подтерлась подзатерлась знаете а камушки обувь повредилась и так я рада хотя знаете по шкафам не скажешь что у меня что-то заканчивается что-то куда-то убирается но факт остается фактом что-то заканчивается что-то убирается это очень-очень хорошо по поводу вот косметики я вот так вот хочу поиграть в этом месяце сейчас я сделаю отдельную коробку поставлю ее рядом с кисточками и она будет у меня стоять там вместе с ароматами я посмотрю что из этого выйдет если что-то пойдет не так я возможно наклейки достану еще какие-то дополнительные наклеили лаком для ногтей помечу коробочки чтобы как-то знать а может постоит у меня эта коробка пару дней я запомнил акцентные продукты и очень интересно будет именно вот знаете в конце месяца снять идентичное видео с данными продуктами скажем так как что закончилось какой прогресс и так далее ну может быть вот в такую гадалочку скажем так стоит играть каждый месяц но опять же там хорошо играть когда у тебя продукты хорошенечко так под использованием когда новый продукт новую рефил линку теней брать такое ответственное приключение достаточно мне кажется сложно но опять же палетки от стеллари мне уже очень сильно надоели они все-таки такие объемные они плохо становятся в короб они постоянно падают или выскальзывают из моей вереницы палеток с ними достаточно сложно их сложно открывать приходится поддевать накатком можно сломать тоже или лак повредить и там уже не так много продукта опять же было бы намного проще легче все это перепрессовывать какую-то одну большую палетку такие вот остатки но с другой стороны мне сейчас не хочется сильно этим заниматься если честно сказать во вторых мне все равно нужно получить пустышку и я не убираю это в какой-то архив чтобы знаете там перепрессовать и потом убрать этот перепрессованный рефил все равно мне нужно опустошать и если я перепрессую много продуктов теряется при перепрессовке и уже при наборе перенос тоже совсем другой расход идет намного-намного выше чем он скажем так в фабричной упаковке так же как вот этот продукт конечно бы если не проект я не планировала бы его использовать я бы его перевожила в какую-то маленькую баночку исправилась бы от палетки была бы намного скажем так счастливее чем сейчас ковыряя его так что вот такие 25 продуктов которые я беру конкретно добивать естественно все остальные продукты из косметичек проектов духи тени тональные которые я вам не показала они естественно участвуют это не ограничение просто вот то что я вижу ну пустой пустыми банками я вам сейчас показала опять же тональные может и закончится но я все ожидаю что я загорю и сменю наконец-то на темные тональные которых я кстати очень много набрала именно сегодня я еще сидела и думала вот вообще такой провал столько набрать продуктов для загоревшей кожи и как ими не воспользоваться опять же помните вот этот рефил который вы сейчас видите перед глазами я вам говорила вот настанет лето я буду его использовать как просто корректор а по факту что-то вот нет так что буду его использовать как базу под тени надеюсь именно в таком ключе он у меня отлично пойдет и разойдется пока что дна не видно конечно но не сдаемся я бодро настроена как мне написали спасибо большое реально какой-то такой бодрячковый настрой я надеюсь что все будет хорошо с этим проектом уже результаты хорошие но надо чтобы результатов было еще больше и еще лучше вот мне очень жалко что я не могу с лаками для ногтей ввести тоже такой проект потому что мне достаточно много новых оттенков ну и все-таки гель-лак он носится не два дня и надоедает конечно лак один и тот же на локтях очень очень жалко но могу сказать что от одного топа я уже избавилась но я вам не показывала кстати не в пустых баночках ни в чем просто он закончился все я его выкинула как-то знаете без внимания ну лаки особо не интересно они же непрозрачные бутылочки в общем минус один топ из моей коллекции ушел ну топ и база они в принципе всегда расходуются всегда уходят кстати по поводу нижнего белья опять вот уже середина скоро лето и у меня опять накопилась гора которая надо быстренько поносить пару раз и выбросить очень конечно это тоже меня радует молодец я сама себя не похвалишь скажем так ну прям вообще молодец не ожидала я прям опустошаю полки конечно не в таких прогрессах как в моих мечтах но прям конкретно так все уходит пакет опять же пакет сегодняшним мусором просто какая-то сказка это это реально круто а что мне сложно было вот ну просто себе говорю даже эти туфли то есть босножки они были уже плоховаты но я в них сходила два или три раза в одних да я не каждый день потому что тяжеловато каждый день на таких было ходить но я сходила и все пришла домой и там уже набойка на каком-то гвозде держится все то есть я могла эти туфли оставить еще на долгие года в своей коллекции авось небось когда-нибудь и они вот у меня кочевали с полку с полки на полку знаете такие на которые сильных надежд нельзя возлагать потому что все равно какие-то бесполезные далеко в них не пойдешь на праздник не пойдешь в общем ограничений куча но стоят стоят естественно на полке красуются по поводу кстати года без покупок я ничего не говорю ничего как-то об этом сильно не акцентируюсь могу сказать что покупала только дезодоранты потому что у меня их вообще не было практически там пару от рексона но шариковых не было и так спреев не было дезодоранты это все равно такой продукт который разойдется знаете как гель для душа также купила несколько больших огромных гелей для душа там вея в общем это тоже такой знаете не особый продукт в принципе разойдется одну умывалку от невея но я думаю что ее я вам покажу потому что это все-таки бюджетный продукт в пустых баночках по поводу косметики ничего не покупаю опять же думаю вот что для бровей купить какую помадку потому что все равно же скоро закончится моя помадка нужно будет что-то помадное покупать не хочу дома использовать карандаши больше хочу карандаши оставить на такие какие-то поездки и так далее дома все-таки мне больше нравится кисточка прорисовать тоненько карандашом так аккуратно у меня не получается все все равно так грубовато выглядит скажем так что покупок особо нет ароматы не покупаю ничего не покупаю не могу сказать что я прям тут заметила что какой-то там бюджет лишний появился нет просто сейчас уже остыла к этим покупкам уже идут мимо магнит косметик мимо подружки уже как-то могу даже зайти просто посмотреть уже мне не особо интересны новинки потому что я понимаю уже как-то начала понимать что очень многие продукты это одно и то же что было только в другой упаковке ну редко когда появляются новые формулы или там качество теней какой-то или помада с каким-то эффектом как матовые появились но все в принципе одинаковые только упаковочка разная тени просто в разных рефильчиках а так они у меня есть на других палетках кстати по поводу project pen тут на днях немножечко хотела когда перебирала тоже посмотрела я наверное думаю что в следующем году на следующий project pen мы с вами начнем осенью снимать видео выбирать продукты чтобы вы мне совет дали я там еще успела подумать передумать перед проектом в ароматах я планирую ну пока что так мне кажется что будет более логично взять все ароматы ну практически все ароматы сетевой косметики ивана рифа все это загрести в проект также взять много ароматов каких-то бюджетных для дома скажем так чтобы не добавлять их в проект потом и планирую взять наверное побольше ретро ароматов тоже их как домашние недомашние носить в общем тоже как-то вот так вот их попытаться посильнее внедрить в использование хотя вот с ретро ароматами сложновато они почти все по 100 миллилитров идут с косметикой я думаю что я возьму в тени практически все однушки но опять же там светлые дубли или что-то не буду брать ну по логике посмотрим черные там не буду брать а вот светлые более носибельные какие-то яркие оттенки все постараюсь взять и закончить также постараюсь какие-то небольшие палетки там двушки четыре четыре и что-то вот кроме запеченных естественно тоже продуктов запеченные вообще рассматривать не буду запеченные вообще продукты все рассматривать не буду потому что это очень долго это очень тяжело это очень муторно это лучше уже оставить когда ну скажем так будет не так много альтернатив также наверное я думаю взять опять же проект как и в этом году все продукты для губ с кисточками в основном не буду брать помады это стик буду акцентироваться продолжать на кисточках на блесках в принципе если я выведу блески я без блеска спокойно могу жить это не такой продукт который мне очень сильно нужен ну и потом в принципе я тоже могу докупить помада блеск ничего страшного тоже из этого не случится но возможно там у меня по блескам придется и какую-то помаду добавить но это мы будем смотреть по поводу помад в стиках я уже тоже подумала что там есть некоторые оттенки которые можно будет в дальнейшем использовать как например базу под тени попробовать или как тени все равно придется что сверху ну в общем что-то вот в таком роде я попробую тоже посмотреть может быть даже как румяна или какой-то корректор или что-то еще подобное по поводу косметики остальной я думаю что нужно будет взять продукты которые действительно быстро будут расходоваться не брать опять же какие-то огромные палетки например хайлайтеров все что-то попроще поменьше я имею ввиду объемом все какое-то вот такое набрать и заканчивать а по поводу палеток теней это тут будет уже сложнее я уже как-то наброски в своем блокноте делаю что я вообще хочу как я хочу уменьшать коллекцию я подумала что нужно будет сделать такую своеобразную радугу написать бумажки например красный желтый синий зеленый в общем и пронумеровать сколько теней я взяла того или иного оттенка чтобы не было такого как например сейчас у меня нет темно-фиолетовых в проекте вообще то есть я их избежала у меня есть темно-фиолетовые блестки есть карандаш темно-фиолетовый ну такой относительно темно-фиолетовый но нет матового продукта темно-фиолетового достаточно как-то промельчиво желтый один оттенок почему один можно было там два например взять в общем вот так посмотрю по соотношению что я наберу чтобы хотя бы было по несколько оттенков каких-то продуктов также постараюсь взять как можно больше кремовых палеток вот наподобие той палетки которая сейчас заканчиваю где кремовые квадратики рефилы красные оранжевые в общем вот такие палеточки возьму также продолжу хотя ими сейчас не пользуюсь но продолжу их держать в ближнем доступе однушки кремовые тени да я понимаю прекрасно что это достаточно такой сложный провальный продукт но опять же вот сейчас у меня закончится зеленый рефил в палетке эссенс у меня есть еще в проекте зеленая помада от сода которую я использую в принципе как базу под зеленые тени но опять же не под все тени она тоже подойдет но у меня есть вот маленький кругляш зеленых теней которые я смогу использовать в качестве базы подложки кремовой все-таки пигментированные подложки зеленые для зеленых теней и так далее в общем по такой логике буду идти буду смотреть может вот как сейчас доставала некоторые рефилы там акцентные ставила какие-то блесточки посмотрим также у меня кстати есть в планах у меня есть достаточно старые тени от шанель которые уже такие твердые заводить просто золотистые блестки может их тоже стоит взять в проект хотя они как бы полу запеченные что ли но чтобы ими пользоваться чтобы их не выбросить а именно пользоваться как можно чаще и добавлять макияжи по возможности так что у меня вот такие какие-то смутные планы ну по поводу вот ароматов я буду брать все опять же такое не жалкое не особо стойкое никаких там сальватор вдали даже не буду брать в проект все будет такое простенькое легенькое чтобы как можно быстрее очистить полки на полках стало что-то другое храниться а не флаконы с дешевой водой опять же мне уже так хочется начать project plan новый хотя тут еще старый заканчивается заканчивает но уже конечно подустала я от многих продуктов одно и то же каждый день видишь в принципе это и нормально но это не нормально когда ты знаешь что у тебя залежи там каких-то интересных штучек ты пользуешься одним и тем же накупила для чего-то положила в коробке так что теперь расхлебывай кстати наверное так нужно было поступить достаточно давно с собой я имею ввиду так себя сильно ограничить потому что как бы если раньше мне не понравился продукт я его сразу ах ну все отдам выброшу и так далее то сейчас я себя принуждаю этим пользоваться тем самым у меня уже в голове сложилась такая штучка что зачем тебе сейчас помада ты же ей сейчас не будешь пользоваться ты ее положишь в архив а через три года она станет неактуальной тебе придется ее использовать потому что ты ее три года назад купила вот знаете уже такая мысль у меня здравая появляется в голове я посмотрела на айрике вот эта палетка она мне с девятнадцатого года девочки что она лежала у меня столько лет для чего да я ей там попользовалась что-то там потыкала чуть-чуть и попыталась нанести но для чего она столько лет лежала чтобы только сейчас я о ней вспомнила и начала ей пользоваться активно обалдеть то есть у меня было достаточно много альтернативных продуктов потому что я о этой палетке не вспоминала вообще я ее не доставала я ей не пользовалась то есть у меня была куча альтернативы Я купила зачем-то кремовые продукты, положила их в какой-то долгий ящик, в какой-то архив. Вы уже поняли, да, что это реально какой-то бред, просто бред. Так же, как вот и сады соблазна, которые я вам показала вначале, мимоза с липой. Для чего столько продуктов было накупить одинаково? Ну да, наборы это отдельно, но у меня же были отдельно в упаковках именно вот флаконы духов. Для чего? Как? Почему? Так же вот эти вот карандаши, которые, карандаш в стике, хайлайтер. В том году сколько я закончила? Еще один остался, вот я заканчиваю. Их еще до этого сколько было? Для чего я столько купила? Ну, купила оттенок розовый, он тебе подошел, не подошел, пользуйся им, не подошел, выбрасывай. Купи коричневый. Нет, я купила всех оттенков, задублила, задублила, задублила и все это сложила. Помните, когда над губой было модно каким-то кремовым хайлайтером рисовать такую светлую птичку? Я купила столько продуктов. Не могу перерисовать столько птичек, но можно было один купить продукт. Нет, я еще зачем-то в запас накупила, хотя сейчас никто это не рисует над губой. Но у меня в запасах лежит. Для чего? И, в общем, вот, наверное, Project One меня сильно отрезвил, а именно сейчас. Сейчас меня реально бесит то, что я должна ковыряться вот в этом старье, вместо того, чтобы пойти, я не говорю там, чтобы пойти в Литуаль, а просто вместо того, чтобы пойти в Магнит Косметика, купить какие-то новые продукты в новых баночках, какие-то, может быть, и усовершенствованные формулы, и какие-то, может, новые оттенки или еще что-то. Но нет, мы накупили, мы должны что пользоваться, потому что у нас столько. Но, опять же, раньше я этого не запенчала, потому что я помимо вот этого старья еще тянула новое, что-то там пробовала, вошла это все в архив, вместе со старьем там что-то ковырялось. И ничего было непонятно, что масштаб проблемы на самом деле большой и нехороший, нездоровый. И то, что я сейчас не покупаю косметику, в принципе, она мне сейчас и не нужна, чтобы ее докупать, я ничегошеньки не теряю. Я просто даже не понимаю, зачем мне столько продуктов, которые просто лежат. Да, там кремовые тени, кремовые продукты, хочется там разных, но некоторые продукты просто меня выводят. Тени одинаковые, палетки, просто вот тени, которые повторяются из палетки в палетку, но мне показалось, что они разные, потому что они в разных упаковках. Ну, теперь вот придется это все ковырять. Всем спасибо за просмотр, всех целую, всем пока!